Продолжение следует... ...вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Какие нарушения ПДД могут фиксировать стационарные камеры, фото и видеофиксации? И какие чаще всего допускают якутские водители? Как собрать автомобильную аптечку? Что там должно быть, а от чего следует избавиться? Можно ли не останавливаться по требованию инспектора ГИБДД? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит телеведущая Ларина Сукуева. А в начале нашего выпуска обзор происшествий за последнюю неделю в нашем регионе. За неделю с 11 по 17 июля на территории республики зарегистрировано 18 ДТП, в которых погиб один человек. Различные степени тяжести получили 22 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. В Алдане в результате ДТП пострадали мопедист и его пассажир. Так, 17 июля около 6 вечера при проезде по лесной дороге в районе озера Яблонского города Алдан, 18-летний водитель, управляя мопедом «Титан», не справился с рулевым управлением и в результате чего совершил опрокидывание своего транспортного средства. Ну и водитель мопеда и его пассажирка, 15-летняя девочка, обратились в медицинское учреждение Алданского района, где после осмотра врачами водителю мопеда поставили множественные ушибы и ссадины. Ну а также 15-летняя пассажирка была господизирована в травматологическое отделение с диагнозом с отрясением головного мозга, рваными ранами головы, ну и также ушибами поясничного отдела справа. Ну а в ходе проверки было установлено, что мопедист не имеет водительского удостоверения, но и к административной ответственности за текущий год он уже не привлекался. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование и будет проводиться проверка. В Хангаласском Улусе 13-летний школьник на мотоцикле совершил наезд на препятствие. Следующее дорожно-транспортное происшествие с участием водителя мопеда было зарегистрировано уже в Хангаласском районе около половины пятого вечера, где в ходе проверки было установлено, что на улице Молодежная, поселка Максвалах, подросток 2009 года рождения, управляя мотоциклом «Регулмото», при выезде с прилегающей территории, с дворовой территории, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на мусорный бак, стоящий на бетонном основании. Ну а в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель мопеда был госпитализирован в медучреждении Хангаласского района с переломом правого плеча, ну и также обеих костей голени, ну и также рваные раны лица. Ну и как пояснили родители мальчика, мотоцикл они купили три дня назад в городе Якутске для отца. Ну и в этот день мужчина был на работе, ну а транспортное средство находилось дома, ключи были в свободном доступе в шкафу. Ну и школьник сообщил, что решил прокатиться на мотоцикле, но проехал всего лишь 20 метров. В Якутске совершен очередной наезд на велосипедиста. Ну и еще одно дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано у нас 14 июля около двух часов дня в городе Якутске на восьмом километре Свердгалярского шоссе, где предварительно было установлено, что 43-летний водитель, управляя транспортным средством Toyota Ipsum, при выезде с прилегающей территории в сторону Вилейского тракта совершил наезд на велосипедиста, который, двигаясь по проезжей части с левой стороны. Ну а прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила водителя велосипеда в больницу города Якутска с различными ушибами, где ему было назначено амбулаторное лечение. Ну а по всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка. Так, 14 июля около двух часов дня дежурную группу ДПС ГИБДД поступило сообщение о том, что возле дома номер 121 по улице Лермонтово по Сереглярскому шоссе произошло ДТП. Также у нас не обошлось дорожно-транспортные происшествия с участием пьяных водителей. Так, у нас также 14 июля около двух часов дня дежурную группу ДПС ГИБДД города Якутска поступило сообщение о том, что возле дома номер 121 по улице Лермонтово на Сереглярском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Ну и также предварительно было установлено, что около двух часов дня водитель 1979 года рождения, управляя транспортным средством Toyota Sprinter, двигаясь по Сереглярскому шоссе, подъезжая к перекрестку Сереглярское шоссе и Лермонтово напротив третьей поликлиники, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с транспортным средством Toyota Fortuner. Ну а в результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получил водитель автомашины Sprinter, ну и его пассажирка 1966 года рождения. Ну а свидетельство, проведенное на месте происшествия при помощи тишнического средства Алкотест, установил состояние алкогольного опьянения у водителя Toyota Sprinter. Результат анализа составил 1,01 мг на литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ну и на водителя был составлен административный материал по чести первой статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Госавтоинспекция в очередной раз, опять же, напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Ну и не допускайте в случае, чтобы ваши родные, знакомые, близкие, либо друзья садились за руль в таком состоянии, ну и если во время застолья употребляли алкоголь. Ну и также несчастье лучше предупредить, чем потом всю жизнь уже сожалеть. Поэтому еще раз обращаемся, чтобы если вы увидели факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, звоните в дежурную часть госавтоинспекции по короткому номеру 127, либо 47-35-69, и также по номеру 35-22-22, также можете обратиться в отдел полиции через 02. Поэтому берегите себя и своих близких. А мы продолжаем. Всего на дорогах республики произошло 311 ДТП, в которых погибли 42 человека и 399 получили травмы. Некоторые погибшие могли бы выжить, если бы им была оказана вовремя первая медицинская помощь. А сделать это невозможно без автоаптечки. Что должно находиться в автоаптечке, мы узнаем из следующего сюжета. Наталья Прудецкая, водитель с 14-летним стажем, работает в скорой помощи. Поэтому не понаслышке знает, что должно храниться в автомобильной аптечке, содержимое которого, к слову, с 2001 года изменилось. Перевязочные бинты – это 7 штук. Три бинта, получается, широкого размера. И среднего – это 4. Лекопластырь один оставили, устройство в рот в рот один. И с 2021 года добавились маски в связи с коронавирусной инфекцией и пару перчаток. Водители со стажем помнят, что до 2010 года они были обязаны возить с собой аспирин, анальгин, нашатырный спирт, валидол, зеленку, активированный уголь. Главным отличием новой дорожной аптечки стало отсутствие лекарственных препаратов. Лекарственные средства были убраны, так как в случае ДТП водителю или пострадавшим пассажирам ни в коем случае нельзя давать лекарственные средства. К примеру, возьмем оборочное состояние. Если дадут корвалол, то давление может вообще упасть. Минздрав объясняет это тем, что мы можем навредить, наоборот, пострадавшему. Наша задача оказать первую помощь. Располагать аптечку в легковых авто лучше в салоне, там, где до нее легче добраться. Это может быть бардачок или, если позволяют габариты, карман водительской двери, полка под задним стеклом и прочее. Нет такого регламента, где вы можете ее хранить. Вы можете ее хранить и в бардачке, либо под пассажирским сидением. Но мне проще всего легче достать с багажника. Наличие аптечки является обязательным. При ее отсутствии сотрудник ГИБДД имеет право вынести водителю административное предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей. Такое же наказание полагается за неполную комплектацию или истекший срок годности аптечки. Садясь за руль и выезжая на дорогу, мы оказываемся под пристальным взглядом. Камеры, фото и видеофиксации правонарушений. Наверное, не найдется ни одного водителя, который не получал письма счастья от ГИБДД. Сегодня мы разберемся, как работают камеры автоматической фиксации нарушений вместе с нашим гостем Иваном Лукиным. Начальником отдела сопровождение комплексов фото и видеофиксации ГКУ УПР Автодор Республики Саха. Иван, здравствуйте. Добрый день. Сколько их установлено у нас в регионе? У нас вообще количество, если считать, то 154 комплексов есть. Из них это 113 это стациональные комплексы, 34 у нас передвижные. И у нас есть 7 мобильных комплексов. А где у нас появилась первая камера по фиксации правонарушений? Первая камера? Вообще, в 2012 году у нас появились они в городе Якутске. Они установлены были, 10 штук было установлено. А потом первый перекресток у нас установленного Петровского-Юмского. Это 15-й год установили. А теперь уже развитие 17-го года уже как бы уже мы, наш отдел управления автоиметных дорог с Минтрансом устанавливаем уже по всей республике. Вообще интересно узнать, сколько у нас правонарушений зафиксировано за последний год? Ну, и по итогам 2021 года у нас зафиксировано 349 тысяч правонарушений, а в этом году 149. И вот если брать статистику, собственно говоря, соотношение того, сколько фиксировалось в начале, то есть первое время после того, как они появились у нас в республике и сейчас, стало ли меньше правонарушений или наоборот фиксируется больше? Нет. Наоборот, стало меньше фиксироваться. Почему? Да. Как бы уже люди, водители уже привыкли, да, как бы уже зная, уже камеры есть, уже начинают уже придерживать правила дорожного движения. И как бы раньше, например, один вот Петровского-Юмского первые дни он фиксировал 4 тысячи нарушений в день, да, а сейчас он фиксирует всего 30 правонарушений. Это уже какой спад идет? Цель этих камер, эти не штрафы, да. Это, основная цель, это именно профилактика. Профилактика, а если есть профилактика, то у нас есть уже, как бы, уже идет снижение ДТП. Например, как рассчитывается, почему скоростной режим, да. Например, вот трасса, да, например, да, федеральная трасса. Там установленная скорость у нас 90 км в час по правилам дорожного движения. У нас категория дороги федеральной трассы третья категория, да, идет. Поэтому там двухполосная и в основном у нас резонансные ДТП из-за выездной встречной полосы из скоростного режима. Встреча всего. Ну, мы сами знаем, да, у нас в этом году у нас есть, идет увлечение дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными, да. В связи с этим руководством ГИБДД, руководством и Минтрансом было принято решение модернизировать уже шестующие камеры, да, фото-видео-фиксации. А именно выявление правонарушения как ремень, да. В настоящее время, ну, по WhatsApp очень много гуляет, что именно... Много баек, да, связанных. Да, баек, да. С этим. Да, я всем говорю, что мы уже фиксируем правонарушение, уже штрафы уже выписываются. Уже, мы, как видим, уже люди уже придерживаются, уже как бы серии на ремнях уже есть. Это уже начинается, уже плюс профилактика у нас идет. А вот очень интересно узнать, а какие все-таки чаще всего нарушения допускают наши автолюбители? Без публики. На скоростной режим и стоп-лини, ну, основной вид. Есть еще и такой вид на российских дорогах, как муляжи и имитаторы. А в чем же их отличие между друг другом? Нет, имитатор муляжи, они являются, когда, ну, они просто устанавливаются, где есть камера, да. Там, ну, например, камера отработала, и, например, убирается, ну, полноценная камера, устанавливается муляж. Как бы водитель уже не зная, что там есть камера, не камера. Имитатор, он дает тоже эффект доплера. Луч дает, и антирадарах он сразу начинает свистеть, да, что тут есть, как бы, камера. И водитель, уже зная, уже начинает уже снижать скорость. Давайте поговорим о мобильных камерах фиксации. Законны ли они? Да, законны. Потому что Новый ГОС появился в прошлом году, да, он вступил уже с 1 сентября. Как бы, вы сами знаете, раньше на всех камерах мы устанавливали знаки, да, фото-видео фиксации, где ограничения есть, да. А теперь такого нет, да, чтобы, например, в городе въезде, въезда в городах, ну, в населенных пунктах мы устанавливаем знак фото-видео фиксации. И все, мы внутри уже начинаем уже фиксировать, уже, ну, например, не надо уже устанавливать знаки. Вот мобильные комплексы, и для них не нужен знак, как бы, да, и они могут уже мобильнее, уже передвигая, и фиксировать именно правонарушения. А должен ли стоять предупреждающий знак перед мобильной камерой? Нет. Мобильный, как называется, да, есть передвижной, есть мобильный. Передвижных, да, должен стоять вот этот знак фото-видео фиксации. Для мобильных, которые, он, ищет движение, фиксирует, там не нужен знак. А могут ли такие камеры устанавливаться в зоне действия временных знаков? Да. Да. Есть нормативка, да, например, есть аварийный опасный участок, например, ремонтные участки, да, есть временный знак, да. Если по, например, является ли это место, например, концентрация ДТП, то, да, мы устанавливаем на таких местах мобильные и передвижные комплексы. Что говорит нам практика применения таких камер? Могут ли они ошибаться? Нет, вот все комплексы, которые мы знаем, да, в которых вот у нас есть, действительно, да, у них вероятность распознавания у нас 98%, да. Как бы 2% у нас все равно не распознается, да, госномерами, да, при каких-то есть... В течение обстоятельствах. В течение обстоятельств, да. У них на всех комплексах есть свои погрешности, есть, например, да, вот, и поэтому все равно это прибор. Поэтому мы этот прибор обязательную поверку проходим в течение двух лет. И все же важно задать такой вопрос, что же делать автолюбителям в тех случаях, если они согласны со штрафом? Да, вот в законе, да, в Коапе, да, все там прописано. Водитель, например, вот я объясню, да, если получает письмо счастья, как в народе говорят. Его есть право обжаловать. Да, он если с момента получения штрафа на руки, да, считается уже 10 дней обжалования есть. И 60 дней на оплату данного постановления, да. Есть еще понятие, вот, уже с 17-го года у нас появился новый вид, который, вот, половину штрафа, что поплатили, да, ну, половинка, да, скидка называют в народе. Вот в течение 20 дней он может, этот, с момента вынесения постановления может оплатить половину штрафа. Это только не грубые нарушения. В течение 10 дней, если водитель, что, если сомневается, вот это, он может обжаловать данное постановление, в установленном порядке, там, пишет заявление, перекладывает свое постановление и свое вот это. А в течение вот этого 10 дней, это инспектора ГИАЗа все рассматривает и выносит свои решения. А входит ли у нас в выходные в эти 10 дней? Нет, не входит. Хорошо. Спасибо, Иван. Мы благодарим вас за столь информативную беседу. Приходите к нам еще. Спасибо. Раскрывайте еще больше тем, связанных, интересующих наших автолюбителей. Взмах железном или рукой не единственный знак, который инспектор ГИБДД может показывать водителю, чтобы тот остановился. Согласно ПДД, можно использовать также специальный диск с красным световозвращателем, громкоговорящее устройство, специальные световые или звуковые сигналы. Но можно ли не останавливаться по требованию инспектора ГИБДД? На данный вопрос у нас, согласно Кодекса административных правонарушений, есть конкретная статья, то есть за невыполнение требований об остановке транспортного средства сотрудникам дорожно-патрульной службы, опять же, грозит штраф. Согласно части 2 статьи 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений. За данное нарушение, опять же, предусматривается, как я сказал, штраф в размере от 500 до 800 рублей. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой известные горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. Наш экспресс-тест по традиции состоит из 10 вопросов, а свои знания проверит телеведущая НВК САХА Ларина Сукуева. Ларина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Что, как настроение? Волнуюсь. Расскажите, пожалуйста, какой у вас водительский стаж? Почему волнуюсь? Потому что экзамены сдавала 10 лет тому назад. Получается, что стаж у меня равняется 10 лет. Замечательно. Но, тем не менее, мы надеемся, что знания ваши актуальны и вы успешно пройдете наш тест. Я тоже надеюсь. Итак, перейдем к нашим вопросам. Это разметка, нанесенная на полосе движения. Первое. Предупреждает вас о приближении к сужению проезжей части. Второе. Предоставляет вам преимущество при перестроении на правую полосу. Третье. Информирует вас о том, что дорога поворачивает направо. Так, стрелка показывает, что сейчас сузится дорога. Поэтому вариант номер один. Так, ваш вариант. Ответ номер один предупреждает вас о приближении к сужению проезжей части. Хорошо, мы идем дальше. Обязаны ли вы в данной ситуации подать сигнал правого поворота? Первый вариант. Не обязаны. Второй вариант. Обязаны только в темное время суток. И третье. Обязаны. Как говорил мой знакомый, многим известный автомобилист Максим Шириков, если не хочешь никого смущать, всегда показывай поворотки. Я думаю, что в этом случае мы обязаны показывать поворотку. Ваш ответ. Вариант номер три. Обязаны. Хорошо, едем дальше. Третий вопрос. Вам можно выполнить разворот. Первый вариант по траекториям А или В. Второй вариант только по траектории А. Третий по любой траектории из указанных. Насколько я помню, разворачиваться нельзя, где пешеходная дорожка. Поэтому можно здесь выполнить разворот по траектории до пешеходного, либо после. Наверное, это, я так понимаю, первый вариант А или В. Хорошо. Ваш ответ. Вариант номер один по траекториям А или В. Следующий вопрос. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Вот. Первый вариант обязаны, второй вариант не обязаны. У меня горит ухо с поворотом направо, разрешающий поворот направо, значит, я могу повернуть направо, а он пусть подождет. Значит, я не должна ему уступать дорогу. Вариант два. Хорошо. Ваш ответ, вариант номер два, не обязаны. Вы намерены продолжить движение прямо. При желтом мигающем сигнале светофора следует. Первое. Уступить дорогу только грузовому автомобилю. Второе. Уступить дорогу только трамваю. Третье. Проехать перекресток первым. И четвертое. Уступить дорогу обоим транспортным средствам. Ну, я же на главной дороге, и у меня мигающий желтый светофор, то бишь я главная, я никому здесь не уступаю дорогу, я еду вперед. Первое. Это у нас вариант. Я не вижу. Никому вы не уступаете, проезжаете перекресток первым. Ваш ответ, вариант номер три. Да. Хорошо. Едем дальше. В случае остановки на подъеме, спуске, при наличии тротуара, можно предотвратить самопроизвольное скатывание автомобиля, повернув его передние колеса в положение. Первый вариант А и Г. Второй вариант Б и В. Третий вариант Б и Г. И четвертый вариант А и В. Ну, я здесь отвечу как блондинка, тут же надо, чтобы колесики уперлись в тротуар, поэтому, согласно этой картинке, это варианты А и В. Первый верхний, короче, машинки. Вариант ответа номер четыре. Да, все верно. Хорошо. Едем дальше. Следующий вопрос. Разрешено ли вам движение? Первый вариант запрещено. Второй вариант разрешено только направо. И третий вариант разрешено только для выполнения разворота. Мне кажется, разрешено только направо. Второй вариант. Угу. Хорошо. Ваш ответ, вариант номер два, разрешено только направо. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков запрещают дальнейшие движения без остановки? Первое. Б и В. Второе. В и Г. Третье. А и Г. Четвертое. Все. Так, ну, первый знак ДПС нет, останавливаться здесь мы не обязаны. Четвертый вариант тоже не обязаны. Я думаю, что красненькие кружочки. Третье. Говорят нам о том, что нужно обязательно остановиться. Это вариант Б и В. Ваш ответ, вариант номер? Первый. Один. Б и В. Хорошо. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить разворот с заездом во двор задним ходом? Первое. Запрещается. Второе. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. И третье. Разрешается. Ну, насколько я помню, на перекрестках задним ходом двигаться нельзя. Но поскольку вопрос звучит по поводу двора, а во дворе, по-моему, это можно делать при условии, что если ничто не мешает, а тут машинка выезжает, получается, что вариант второй, если нет помех. Хорошо. Ваш ответ, вариант номер два. И наш заключительный вопрос. До какого места действуют требования данного знака? Первое. До ближайшего похода движения перекрестка. Второе. До конца населенного пункта. И третье. До места установки знака конец зоны с ограничением максимальной скорости. До ближайшего перекрестка. Хорошо. Ваш ответ, вариант номер один. А ответы Ларины проверит преподаватель автошколы фаворит Наталья Ленских. Здравствуйте. Ларина ответила на 10 вопросов. И первый вопрос был. Это разметка, нанесенная на полосе движения. Здесь мы получили правильный ответ. Действительно предупреждает о приближении к сужению проезжей части. Следующий вопрос. Обязаны ли вы в данной ситуации подать сигнал правого поворота? И действительно тоже правильный ответ получили. Обязаны подавать сигнал правого поворота. И единственный случай, когда мы не должны подавать сигнал поворота, это только если сигнал поворота может ввести в заблуждение других участников движения. Поэтому всегда подаем. Следующий вопрос. Вам можно выполнить разворот. И в абсолютно правый разворот запрещен на пешеходном переходе. По траектории А и В развернуться можно. Обязаны ли вы при выполнении поворота направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? К сожалению, Ларина, здесь вы ошиблись. Очень часто наши автомобилисты ошибаются в данной ситуации. Есть правило, когда при запрещающем сигнале светофора включена дополнительная секция. Такое сочетание водители между собой еще называют грязные-зеленые. И нам говорят, поворачивать можно, но при этом мы должны уступить дорогу всем другим участникам дорожного движения, независимо откуда они приближаются. Вы должны были уступить дорогу. Вы намерены продолжить движение прямо при желтом мигающем сигнале светофора. И да, здесь вы правы. Вы находитесь на главной дороге. Можете проехать первым. В случае остановки на подъеме-спуске при наличии тротуара можно предотвратить самопроизвольное скатывание автомобиля, повернув его передние колеса в положение. И здесь тоже вы были абсолютно правы. То есть нужно упереть их в тротуар. Блондинки, значит, правильно ответили. Да. И второй ответ будет правильный, который вы ответили. До какого места действуют требования данного знака? В отличие от запрещающих знаков, просто круглых и красных, которые действительно действуют до ближайшего перекрестка, данный знак действует до знака отмена. Это третий ответ. Значит, логика моя была верна, но я... Абсолютно верно. Рассуждали правильно, ответили неправильно. Ответили неправильно. Всего Ларина ответила на 10 вопросов, 7 из которых были получены правильные ответы. Я думаю, если вы немножко повторите по ДД, то все будет просто великолепно. Да, обязательно повторю правила дорожного движения. Все-таки 10 лет это уже достаточный стаж. Иногда надо освежать свою память. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч!